Новость, которую каждый год ожидают верующие в Иерусалиме, в храме гроба Господня в 14.17 сошел благодатный огонь. По легенде, если этого не произойдет, человечество ожидает страшный суд. К счастью, все благополучно. Вместе с тысячами паломников, среди которых, безусловно, были и украинцы, за схождением огня наблюдал и Сергей Ослендер. Площадь перед Явскими воротами забита людьми и стоит над ней многоголосый гомон, в котором можно услышать разные языки, от английского до самых экзотических. Торговцы-арабы предлагают свой нехитрый товар. Свечи без этого не прикоснешься к будущему чуду, не унесешь с собой его частичку и воду, потому что очень жарко. Но все терпеливо ждут. То, что должно произойти, случается только раз в году. Возле храма настоящее столпотворение. Тут полиция прилагает титанические усилия, чтобы сохранить порядок. Как только ворота открываются, внутрь вливается огромная толпа. Этим людям лучше всех. Они первыми увидят чудо, но есть и трудности. Чудо придется ждать много часов в тесноте. Все строго по протоколу, или точнее согласно традициям, которым уже много сотен лет. Начинается церемония с показательных выступлений молодых арабов-христиан. У них вообще не говорят настоящий конкурс, кого допустят к этим пляскам. А смысл у них простой. Вера вне национально. Выражай свои чувства к Господу, как тебе угодно. Украинская делегация во главе с митрополитом Антонием, управляющим делами Украинской Православной Церкви, тоже внутри храма. У них особая задача доставить частичку благодатного огня домой, в Киев, откуда он разлетится по всей стране, даря надежду на чудо и спасение. С собой украинцы привезли особую икону и подарки иерусалимскому патриарху. Сама жизнь подсказала именно вот эту икону, потому что в этом году исполнилось 100 лет со дня мученической кончины митрополита Киевского и Галлицкого Владимира Богоявленского. Его смерть положила начало новой странице нашей церковной истории, страница, которая писалась, к сожалению, кровью и страданиями. Сейчас привезли Косевскую роспись, керамика Косевская, это при Карпатии, из Ивано-Франковской области. И таким образом мы с разных концов Украины привозим сюда подарки, чтобы он видел и понимал, что такое Украина. Мир в нашей Украине, ну також мир на всей земле, здоровье, всего самого на краю, что уже наши хлопцы, батьки, сыны уже нареште повернулись до своей домовки и могли святкувать своими семьями и Пасху, и також все наши украинские свята. Шумных и крикливых арабов сменяет чинный крестный ход во главе с иерусалимским патриархом Феофилом. У него сегодня главная роль, поэтому предстоятель выглядит так серьезно. Его облачают в простой холщовый подрясник. Это тоже традиция, чтобы не мог спрятать спички, после чего патриарх скрывается в кувукле и теперь остается только ждать и надеяться. В считанные секунды огонь разлетается по храму и, как всегда, никого не обжигает, не причиняет вреда. Кто из паломников поактивнее, прорывается со свечой наружу и добегает до явских ворот, и вот уже весь старый город с огнем. Чудо свершилось. Вот так, наверное, и должна выглядеть истинная вера, когда тысячи людей здесь, на площади или там, в узких улочках старого города Иерусалима ждут чудо, и чудо произошло. Теперь каждый желающий, каждый, кто в него верит, может подержать в руках частичку благодатного огня. Благодатный огонь улетает в Украину, унесет веру в чудо и надежду на мир и спокойствие на украинской земле. Сергей Услендер, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Израиль.